В хорошей презентации наш проект. Это проект для людей с ограниченными возможностями здоровья, которые не могут в полной мере использовать письмами и устную речь. Назвали мы его «Седан». На самом деле, по этому поводу вопросов, я закладывала название, ассоциацию со словом «Откройся», мне сказали, что это может ассоциироваться с «Шазан». На самом деле, будет вопрос, наверное, какой-то историй, насколько подходит вообще название этого проекта. За эти два дня, наверное, может быть, появилось понимание, что применение может даже шире. Я вкладывала в проект основную функцию – это дистанционное общение, потому что сейчас, наверное, есть программа, позволяющая передавать свои потребности и желания людям больным аутизмом, ДЦП, у кого нарушена координация движения, у кого есть, например, дисграфия, или люди после инсульта. Они имеют возможность передавать свои потребности и желания тем, кто рядом, но нет ни одной программы, которая могла бы позволить дистанционно общаться. Это важно становиться, когда, например, дети с заболеваниями вырастают, и лет 20 их часто оставляют дома одних. Это стрессовая ситуация для инсульта, так и для родителей. И в этот момент очень важно, чтобы можно было как-то дистанционно общаться. Также в соцсетях, если это все продвигать, это открывать возможности знакомства и общения людей, многих таких людей. И появилась такая мысль, что это может быть использовано даже как инструмент для изучения языка. То есть, если кто-то не знает язык, он может общаться с другим человеком посредством графических икон. Ну, я просто напомню, какие были примеры программы, которые есть сейчас. Вы, может быть, возможен ответ составляем из таких иконок, предложения по плану проекта пробивались, по сути, в том, что попробовали сделать прототип. После чего мы будем уже обращаться к целевой истории, искать, на ком протестировать этот прототип, корректировать его, конечно, и самое главное, чтобы нам сделать эту базу таких спектограмм, которую проверить на цепевой аудитории и вычислить какими-то призматическими элементами и основными элементами. То есть, у каждого своё понимание картинки, так как мелко смотрели многие виды, в разных. И явно у людей с ограниченными возможностями тоже будут разные понимания. Ну, важно, наверное, сделать какую-то определенную выборку и понять, какие картинки и икоре подходящие. Перейдем к прототипу. Здесь мне помогал разработать прототип Анатолий, мы пришли к выводу, что первым возможным способом реализации будет приложение под Андроидом, которое будет связано с соцсетью ВКонтакте. То есть, человек должен быть там зарегистрирован, он авторизуется через эту сеть, может посмотреть какой-то видеоурок об этом, попадает на страницу сообщений. Здесь в друзьях показываются те люди, которые находятся в ВКонтакте, а знакомства – это укладка как раз предусмотренная для решения общения, и туда попадают люди, у всех, у кого стоит это приложение. Технически реализованно будет, что на стадии авторизации ВКонтакте будет параллельно автоматически износиться человеку в группу, которая находится в ВКонтакте, и, соответственно, все люди, которые в этой группе находятся, по этой вкладке будут доступны. В настройках мы предусмотрели такие вещи, как «восможет увеличить иконки», это важно немедленно, «воколовная цепь», движение нарушено, и весь контент увеличивает сами иконки. Можно увеличить звукоозвучивание иконок, можно усилить контрасты слабовидящих, в принципе, для совсем незрячих тоже это приложение подходит, потому что все иконки подписаны. Ну и оставить отзыв – это возможность связаться с администрацией или уже допустить какие-то пожелаемые улучшения. Можно видеоуроки какие-то посмотреть, сейчас их одна минута, перейти на страницу сообщений, в поле «стать» какие-то сообщения от друзей здесь будет видно, если кто-то написал, и здесь основное – это ряд с иконками, которые чаще всего используются, и ряд с папками, которые можно будет нажать, ну, выбрать, и из них уже выбрать какой-то конкретный уклон, который потом появится в полосе сообщений. В полосе сообщений есть история, возможность включить звук, и тогда озвучивание, проговаривать все иконки в том виде, в котором комета лежит, даже не будет звучать, можно удалить какую-то часть, ну или как бы в обычных мессенджерах отправить сообщения. Ну, кажется, что стыдно очень нравится. Есть одна минута на вопросы. Если есть вопросы…